Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о том, как посеять лаванду по диму и о других способах ее размножения. Лаванда – горная лаванда, так поет София Ротара в своей песне. Однако лаванда далеко не горное растение. Лаванда растет в степях и любит бедные, песчаные и легкие почвы. На тяжелых, на глинистых почвах она вымокает. Существует два вида лаванды. Настоящая французская лаванда, которая в наших условиях крайне плохо зимует и зачастую вымокает и выпривает. И английская лаванда, или лаванда узколистная. В наших условиях она растет прекрасно. Существует несколько способов размножения лаванды. Ее можно размножать семенами, делением куста и черенками. Лучшим и надежным способом является размножение лаванды семенами. Для всхожести семян нужна стратификация. Лучшим способом является пассив по зиму, так как семена проходят естественную стратификацию, то есть обработку холодом. И весной они дают всходы. Для того, чтобы на участке у вас росла лаванда, нужно выбрать подходящее место. Это место должно быть на возвышенности, ведь лаванда не переносит замокание. Если участок находится в низине и нет такого места, то следует подготовить специальную возвышенную грядку, либо насыпать холмик земли и на этом месте высадить или высеять лаванду. Лаванда любит солнце, и поэтому место должно быть также солнечным. Лаванда любит бедные и песчаные почвы, поэтому под перекопку нужно внести песок. Если у вас тяжелая глинистая почва, то песка нужно вносить порядка 50% от объема остальной почвы. После того, как вы внесли песок, нужно грядку перекопать, разрыхлить и приступить к посеву. Я использую для посева небольшой каркас из досок, чтобы получилась возвышенность. И лаванду высеваю на участке, на горке. Там почва песчаная и требуется минимальное количество внесения песка. После того, как у нас подготовлена грядка, мы приступаем к посеву. У лаванды очень мелкие семена, и поэтому их лучше смешать с песком для равномерного распределения по почве. Семена лаванды не следует заделывать глубоко в почву. Они прорастают на поверхности. После того, как мы высели лаванду в нашу подготовленную грядку, грядку следует чем-либо укрыть. Это может быть еловый лапник, либо обрезки цветов. Это делается для того, чтобы ветром не выдало семена. Мы их укрываем и оставляем грядку до весны. Уже в начале мая у нас появятся всходы. И осенью сформируются уже хорошие молодые кустики, которые можно высадить на постоянное место в цветник. Вот таким нехитрым способом можно посеять лаванду под зиму. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok